Денис Владимирович, цель, которая стоит перед всеми субъектами, к 2016 году ликвидировать очереди в детские сады. Как в Тульской области будут добиваться этой цели? Я думаю, что наш регион справится с этой проблемой, с этой задачей. Вы знаете, за последнее время придана большая работа, и не случайно нас отметили на Госсовете, как регион, который был одним из лидеров по открытию дополнительных мест в 2013 году. Поэтому динамика положительная, более того, у нас есть региональная программа по развитию модернизации дошкольного образования, мы получаем федеральные деньги, есть муниципальные программы, исходя из всего вышесказанной, я думаю, задачу решим. Более того, прошли серьезные изменения в самих способах и средствах решения данного вопроса. Ну вот если о способах поподробнее, вот прям пути решения проблемы. Вы знаете, мы первоначально очень большое внимание уделяли открытию дополнительных групп при детских садах, где это было возможно, укропнению групп за счет оборудования, закупки его, и в школах открывали дополнительные места, то теперь мы начинаем активное строительство. Где могли мы купить детские сады, в частности в Новомосковске, один из детских садов, в 2013 году были построены... То есть в виду выкуп тех помещений, которые в 90-е годы отдали под другие цели, да? Да, поэтому в этом году в Туле построили новый детский сад, один, вот сейчас начато строительство еще пяти детских садов, они будут в 2014 году вестись активно эти работы. Думаем, что из пяти два будут построены в 2014 году, а три они уже перейдут на начало 2015 года. И начиная в муниципальных образованиях вести строительные работы, это прежде всего Заокск, где проблема есть, очередь ее бессредственно не решить, это город Венев, Новомосковск, Богородицкий, Киреевский район и Богородицкий. То есть детские сады строятся в тех муниципальных образованиях, где наибольшая очередь, правильно? Вы знаете... Или все-таки есть какие-то другие критерии? Нет, и критерии, главное, это, конечно, очередь, хотя вот есть, например, населенный пункт Смородина, Узловского района, там необходимо строительство небольшого детского сада, обусловлено тем, что действующий детский сад находится в предаварийном состоянии. Поэтому мы идем по пути строительства в крупных городах, там, где есть большая очередь и бессредственно не решим проблему обеспечения детей местами. И в отдельных пунктах, исходя из того, что есть потребность из-за плохого технического состояния действующих зданий. Поэтому это все идет параллельно. У нас, получается, рост по прошлому году по охвату 3,5%, да? И сейчас более там 80, по-моему, 87% охвачены дошкольным образованием. Это достаточный рост, чтобы 2016 году цель выполнить и ликвидировать очередность? Вы знаете, охват очень сильно растет. У нас сейчас 87,8%, почти 88%. Дело в том, что родители начинают верить в то, что детские сады будут запускаться, они открываются, они начинают отдавать детей. Ведь охват, он связан с тем, что, с одной стороны, раньше было неверие, и когда была острая проблема стояла, что дети не могли в сад идти, родители нанимали тех, кто сидел с детьми, либо отдавали своим родителям. Ну да, решались по-разному, но не прибегали к услугам муниципальных, государственных властей. Сейчас ситуация стала меняться. То есть у нас, с одной стороны, позитивный момент – это рост демографии, когда детей становится больше, и надо открывать дополнительные места. И, с другой стороны, те дети, которые на сад раньше не претендовали, теперь родители подают заявление, и из-за этого растет охват. Поэтому мы сейчас, решая проблему открытия дополнительных мест, решаем еще параллельно две задачи. То есть мы стараемся не отставать за ростом рождаемости, и второе – за повышением охвата. А хватит ли воспитателей, чтобы работали в этих новых группах, которые открываются? Я бы не сказал, что у нас стоит проблема сильного уплотнения или нехватки воспитателей и педагогов. Такой проблемы нет. Есть отдельно... А есть ли резерв, чтобы работали в тех детских садах, которые будут открываться? Резерв есть. У нас несколько педучилищ, которые готовят, в том числе и воспитатели детских садов в области функциональности. У нас есть педуниверситет имени Льва Николаевича Толстого государственный, где тоже подобных специалистов готовят. Более того, педуниверситет сейчас активно начинает развивать именно дошкольные направления, связанные с тем, что в новых федеральных государственных образовательных стандартах отмечено, что воспитатели и педагоги, кто работает с детьми в детских садах, должны иметь высшее образование. С января во всех субъектах должна была заработать электронная очередь в детские сады. Родители какие детские сады чаще выбирают? Как правило, родители хотят, чтобы детский сад был в пешей доступности от места проживания, от дома. Поэтому в очередь, как правило, родители помещают не один, а несколько садов, близлежащие, чтобы, в общем-то, можно было выбрать. И восстанавливает приоритет какой? В первую очередь, в вторую и так далее. Поэтому здесь как бы все нормально, очевидно. Очередь действительно работает. Стоит отметить, что у нас электронная очередь на уровне муниципалитетов работали значительно раньше, и в 2011 году. Но они не были едины. Они не были едины, поэтому был хороший опыт вообще электронных очередей. И когда мы переходили на свою систему в регионе, у нас уже был опыт работы муниципальных электронных очередей. И нам поэтому многие такие организационные технические задачи проще было решать. Было на что опираться? Говорили о том, что небольшое, но все-таки улучшение демографической ситуации в Тульской области. Понятно, что к 2016 году мы ликвидируем очередность детских садов, а что со школами будет? Хватит ли места в школах тогда? Мест хватает. У нас на сегодняшний день в системе образования функционируют 525 школ. У нас, скажем так, проблемы по трех сменам, потому что у нас есть субъекты федерации, где дети учатся в три смены. У нас в Тульском области таких школ нет. У нас есть задача стараться, чтобы дети учились в одну смену, но максимум в две смены. В основном проблема нехватывания в школах может возникнуть по крупным городам и, прежде всего, по областному центру. Но на сегодняшний день мы ситуацию изучаем, ведем серьезный мониторинг и видим, что в ближайшие годы таких проблем не будет. При наличии федеральной программы, об этом уже не первый год говорят, и Дмитрий Ливанов, министр образования и науки Российской Федерации, сказал, что в 2014 году планируется запуск федеральной программы, которая будет предусматривать строительство новых школ. Если такая программа будет, то Тульский регион готов в ней участвовать. У нас уже есть понимание, какие муниципалитеты могут быть. Что касается сельских школ. В прошлом году закрывали на встречах с жителями. Губернатор, когда бежал район, люди вставали, жаловались, закрывают нашу сельскую школу. Будет продолжаться эта политика? Вы знаете, по закрытию школ здесь больше вопрос политизирован, чем он имеет под собой реальное основание. Дело в том, что мы приказом ежегодным по министерству вводим из подышевого финансирования сельские школы. Порядка 150 школ, а если их 525, то вы можете понять, что 150 школ, какой процент составляет в общей массе школ, выводится из подышевого финансирования и финансируется из регионального бюджета по затратам фактическим. То есть, если бы не было данного приказа и данного нормативного решения проблемы, то сельские школы бы просто могли бы все закрыться. Поэтому мы несем серьезные финансовые затраты, но совершенно сознательно сохраняем и, более того, развиваем сеть сельских школ. Но до какого числа их надо довести, на ваш взгляд? Вы знаете, я противник в таких серьезных социальных вопросах подходить с подходом математическим или бухгалтерским, на счетах что-то считая. Должна быть понятна мера целесообразности и разумности любых принимаемых решений. По закрытию еще вам приведу один факт. Мы проводили большой мониторинг ситуации и были совершенно поражены, когда увидели, что у нас были школы-фантомы. Это те учебные заведения, их было более 50 в Тульской области, которые юридически числились, а фактически не работали. Это в каких муниципальных образованиях? Ну, это было во многих муниципальных образованиях. Я помню, лидером был Богородский район, где было 12 школ-фантомов, более чем из 50. А финансирование не получили? Они не получали финансирование, они просто не были правильно юридически закрыты. Некоторые учебные заведения 10 лет не функционировали. Но где-то не был проведен сход граждан, где-то не было принято решение на уровне местных депутатов о закрытии. Где-то не были уплачены налоги, иногда долг в несколько тысяч рублей не позволял юридически закрыть школу. Они числились, они проходили по статистике. Когда мы стали наводить порядок, по крайней мере, просто в численности учебных заведений, мы с этой проблемой столкнулись. У нас 12-й год ушел во многом на то, что мы помогали муниципалитетам те косяки их подчищать. И большую работу юристы выезжали даже в муниципалитеты, и мы им помогали нормативно с этой задачей справляться. Поэтому у нас произошло в математическом выражении большое сокращение числа школ, порядка 50. Хотя, если содержательно посмотреть, эти школы просто не функционировали, их не было. Если смотреть на вопрос, что мы конкретно закрывали, таких школ не так много. Это, прежде всего, несколько муниципалитетов, где наиболее остро такие проблемы стояли и шли. Это Киреевский район, это Ясногорский район, это Суворовский район. Там были резонансные вопросы. Во всех остальных случаях ситуация нормальная, эффективная решалась. Даже более того, когда по Киреевску, по гвардейской школе, она такая уже тоже притча в языцах, это закрытие, приезжали ко мне в единый день приема, когда я проводил в правительстве. Люди с этого населения пункта благодарили за то, что школу закрыли, дали автобус и возят в более удобных, комфортабельных условиях обучаться детей. Поэтому ситуация по-разному. И многие уже родители начинают понимать, что если школа есть на селе, но там нету должного уровня, нет вообще педагогов или педагогов не должного уровня, если один педагог идет 5 предметов, нету базы, то ребенку, да, комфортно, но он не получает знаний. За последние годы, благодаря и федеральной поддержке, и политике, и позиции губернатора, большие деньги направляются в сферу образования. Вы знаете, я вот могу вам цифры проявить. В 2011 году финансирование системы образования включало в себя 6,7 миллиарда рублей. В 2013 году 11,3 миллиарда рублей, практически двукратное увеличение, произошло с 2011 года по 2013. И вот в 2014 году мы имеем бюджет министерства образования 15 миллиардов, 113 миллионов рублей. Какие основные направления работы в 2014 году, на что больше всего будет тратить деньги? Вы знаете, традиционно из-за того, что мы платим субвенции, зарплату педагогам, большая доля в этих тратах, это заработная плата, это финансирование подвесных учреждений, это система профобразования, сиротские, коррекционные, то есть здесь тоже уходят большие суммы, как содержание самих зданий, так и тоже оплата персонала. Это программы, которые у нас функционируют в системе образования. Сейчас единая госпрограмма, но в рамках единой госпрограммы есть направления. Они затрагивают и дополнительное образование, и дошкольное образование, и общее образование, и систему профобразования. Поэтому это все вот эти направления финансирования. Я вот привожу цифры, которые они вот красноречиво показывают, изменяя в лучшую сторону. Вот буквально еще в 2011 году приходилось 21 компьютер на 21 школьника. То есть сейчас мы вышли на показательный компьютер на 8 школьников. То есть за несколько лет мы сумели настолько много закупить оборудование, что сняли остроту проблемы, нехватки компьютеров в школах. Более того, из-за того, что компьютеры покупались в последние несколько лет, вся техника новая. И у нас не только в... А программное обеспечение есть у нас с компьютером? Конечно. Покупаем сразу софтом. У нас есть проблемы по оптиково-волокну и скоростному интернету. Да, ведь он уже должен появиться во всех школах. Да, поэтому такая проблема есть. Не все школы, особенно на селе, где есть скоростной интернет. Но интернет везде существует. В некоторых случаях, ну, самый такой печальный вариант для нас, это когда по телефонным сетям, это, конечно, низкоскоростной интернет. И, к сожалению, на таком интернете очень сложно многие образовательные программы реализовывать на уроках, в том числе информатики. Он появится во всех школах. В течение нескольких лет у нас есть на уровне региона единая программа, которая нацелена на то, чтобы довести интернет до всех потребителей в социальной сфере. Это не только касается образования, но и здравоохранения, и социальной сферы, и органов управления. Денис Владимирович, вы сами затронули 2011 год. В 2011 году в очереди в детские сады стояло 11 тысяч детей. Причем, сами сказали, что было очень много сельских школ фантомов. Ведь проблема, она же не появилась внезапно, да, она копилась годами. Почему так долго ничего не делалось? Мы пришли в целом к проблеме образования, которые возникли не 5, 7, 10 лет назад, а многие проблемы, это конца и начала 90-х годов, когда сфера образования, она не финансировалась должным образом, она финансировалась по достаточно принципу. И мы пришли со слабой материально-технической базой. Ведь школы в Тульской области не строились десятилетиями. В нулевые годы были построены две школы, вы знаете, это в Дубинском районе и в Ченском районе. Больше школы не строились, детские сады тоже не строились. Только вот уже при новом губернаторе этот процесс стал носить не, скажем так, спонтанно, а системный характер. Поэтому надо поблагодарить наших предшественников, то, что в тяжелых условиях они смогли систему образования развивать на неплохом уровне. Известно тому, что наши педагоги побеждали на учителе года, у нас сохранялись и работали эффективно школы-флагманы в условиях очень сложного недофинансирования отрасли. Поэтому здесь мы должны, конечно, вот сейчас понимать и видеть перспективность отрасли. И такое понимание есть на региональном уровне, есть на уровне министерства, есть на уровне губернатора. Поэтому, мне кажется, время, сейчас идет собирание камней. Мы активно вот это делаем. И знаете, во многом то, что нам удается многие задачи эффективно решать, это благодаря тому, что потенциал, он уж окончательно не был потерян в сложные годы. Спасибо вам за интервью, Денис Владимирович.